Одна семья, которую я знал и знаю, ездили на векейшн в гости и возвращались домой. Оставалось до дома полтора часа ехать. У них детки маленькие в автобусе сидели, жена рядом, муж за рулем. И едут, и муж засыпает. Уже время под утро было, это самое тяжелое время, когда днем не отдыхал, спать хочется. И вот он едет и начинает линии менять, то в одну сторону, то в другую. Жена его чуть потрясет и сама в такой тоже борьбе против сна. И понимает, что сейчас останавливаться, спать, ну дом вот уже час осталось ехать, и уже дома в своей кровати можно отдохнуть. И едут, а он все засыпает, он совсем уже не может. И она взяла бутылку с водой, набрала полный рот, и как брызнется рта на него. Он как закричит на нее, ты че плюешься на меня? Она молча, а потом говорит, я такая довольная была, зато живые домой доехали. Он час где-то там шипел, недовольствовал, ругался на нее. Зато, говорит, живыми домой доехали. Мудрость женская, да? Встрепенулся человек, но остался жив. Смерть в глаза смотрела. В аварию они еще не попали, но если бы не этот поступок жены, возможно, они не доехали бы. Есть много статистики, которые говорят, что человек чуть-чуть не доехал и не доехал. Но, давайте сегодня мы будем просить, Господи, помоги, чтобы мне в моей жизни бодрствовать и молиться. Если ты видишь, что я удаляюсь, я засыпаю, помоги мне пробудиться. Ну, у Бога есть разные пути, как нас будить. Конечно, если сознательно засыпаешь, Бог может потрясти, тряхануть как-то. Чтобы спасти, чтобы не умер, чтобы не погиб.